Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракату. Мир вам, милост Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди Труд – это честь. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит о своей священной книге. Скажи, трудитесь и увидят ваши деяния Аллах, его посланники верующие. Вы предстанете перед ведающим сокровение и явное. И он поведает вам о том, что вы совершали. Я свидетельствую, что не божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого нется товарища. И свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников, и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного дня. А затем, Ислам сильно прославляет и возвеличивает труд, ведь это путь к продвижению и прогрессу. Кто размышляет над священным Кораном, тот найдет в нем явный призыв к труду, направленному на оживление Вселенной и творение блага для всего мира. Всевышний Аллах говорит, Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте его. Быть может, вы преуспеете. Ввиду его важности, труд был предписан сразу же после предписания намаза. Наш господин Ирах ибнемалик, да будет довольный им Аллах, каждый раз, когда совершал пятничный намаз, стоял у двери мечети, говоря, О, Аллах, я ответил на Твой призыв, совершил обязательный намаз, я пошел по своим делам, так как Ты повелил мне. Надели же меня уделом, выйти на лучший из дарующих удел. Кроме того, благородная сунна пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, сильно призывает к труду и сердию, потому что это честь, сохраняющая человеческое достоинство. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует, изрек, лучший заработок, это тот, который заработан человеком своими руками, и заработан не любой честной торговлей. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует, также сказал, рубить дрова и зарабатывать таким образом лучше для человека, чем просить у других, то есть попрощайничать, ожидая, дадут ему или нет. Однажды Суфьян-э-Саурид, да помилит его Аллах, прошел мимо некоторых людей, сидевших в заповедной мечети, и их спросил, почему вы так сидите? Они ответили, что же нам делать? Он сказал, просите у Аллаха, милости, и не будьте обозой для мусульман. Умар ибн-Хаттаб, да будет доволен им, Аллах сказал, никто из вас не должен сидеть без дела, без поиска средств к существованию, говоря, о Аллах, дай нам, поистине, золото и серебро с неба не падают. Ввиду чести и важности труда пророки Мирьям всем работали своими руками. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует, поведал о том, что пророк Дауд, пророк Дауд Мирьяму, питался лишь тем, на что зарабатывал своими собственными руками, а также пророк Закарея Мирьяму работал плотником. Наш пророк, да благословите его Аллах, приветствует, сам работал и служил своей семье. Госпожа Аиша, да будет довольна и Аллах, говорит, посланник Аллаха, да благословите его Аллах, приветствует, когда находился дома, чинил свои сандалии, зашевал свою одежду и занимался дома тем же, чем занимается любой из вас. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах, приветствует, призвал нас трудиться даже в последние минуты нашей жизни, сказав, если будет наступать сегодня час, а в руке кого-либо из вас будет росток, то если он успеет посадить его, прежде чем час настанет, пусть сделает это. Ввиду честы труда исламский шариат назначил тем, кто стремится зарабатывать себе и своим детьям на жизнь, награду шахида. При этом, благородный Коран связывает труд и пожертвование на пути Аллаха. В священном Коране говорится, «Ва ахаруна я брибуна фил арду я битагуна мин фадлиллах, ва ахаруна я укатилюна фи сабилиллах». Одни странствуют по земле в поисках милости Аллаха, а другие сражаются на пути Аллаха. Как-то раз, когда посланник Аллаха, да благословите его Аллах, приветствует, находиться в обществе своих сподвижников, они увидели виносливого и сильного молодого человека, который рано утром вышел из дома в поисках заработка. И они сказали, горе ему, о, если бы он использовал свою молодость и силу на пути Аллаха Всевышнего. На что пророк, да благословите его Аллах и приветствует, ответил, «Если он вышел в поисках заработка для своих малолитных детей, то он на пути Аллаха. И если вышел он в поисках заработка для своих престарелых родителей, то он на пути Аллаха. Если вышел он в поисках заработка для самого себя, то он на пути Аллаха». Вот что я хотел вам сообщить, я прошу Аллаха прощения для меня и для вас. Хвала Аллаху Господу миру, в мире благословения Последнему изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду и его семье, сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до Судного дня. Дорогие единоверцы, ислам не только требует от нас трудиться, но и побуждает нас совершенствовать труд в поисках удовольствия всемогущего Аллаха, который пообещал тем, кто овладивает своим делом великую награду. Священный Аллах говорит, «Инна ладзина аману амилу салихати, инна ла нудуяу аджара ман ахсана амаля». А что до тех, которые уверовали и ввешили праведные дела, то ведь мы не теряем награды тех, кто совершал добро. Более того, мастерство в работе – одна из вещей, которые любит всемогущий Аллах. Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, поведал, Поистине, Аллах любит, когда кто-то из вас выполняет какую-нибудь работу и делает это с умением. Надежный труд – это ответственность каждого рабочего, служащего или должностного лица, который должен бояться всемогущего Аллаха, выполняя его. В священном корене говорится, «Инна Аллаха кана алейкум ракиба». Воистину, Аллах наблюдает за вами. Какой бы поступок ты не совершал? Чтобы ты не читал из Корана и чтобы вы не совершали, мы наблюдаем за вами с самого начала. «Ничто на земле и на небе не скроется от твоего Господа, будь оно даже весом в мельчайшую частицу, или меньше того, или больше того». Все это в ясном Писании. А когда спросили пророка Мухаммада, мир ему благословен и Аллаха, об Ихсане чистосердече, он ответил, «Суд Ихсана в том, чтобы ты поклонялся Аллаху, так будто видишь его, а если ты не видишь его, то он поистине видит тебя». О Аллах, дай нам творить добро и защищай наш Египет и все страны мира от всякого зла. Ассаламу алейкум в рахматуллахи в баракату.